Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа Extra Round, и я ее ведущий Асламбек Бадаев. Как вы видите, сегодня я в необычной и непривычной для себя экипировке, а причина в том, что у нас сегодня особенный гость, первый представитель дзюдо в истории нашей программы Якуб Шамилов. Дзюдоист, представляющий клуб Эдельвейс и выступающий в весовой категории до 66 килограммов. Заниматься спортом Шамилов начал в родном городе Аргун в 2002 году. За 14 лет тренировок и выступлений Якуб становился чемпионом России и дважды призером национального первенства. Также дзюдоист трижды побеждал на Кубках Европы и многочисленных международных турнирах. Шамилов является одним из основных претендентов на участие в Олимпийских играх в Токио. Под флагом России весит до 66 килограммов. Ассаламу алейкум, я приветствую тебя в нашей программе. И сразу же такой вопрос. Недавно прошел турнир в Грозном, клубный чемпионат Европы, Золотая Лига. Ты принял участие в нем, провел две схватки. Поделись впечатлениями, насколько доволен собой остался. С собой, честно говоря, не очень доволен. Был чуть неподготовлен, подустал под конец. И получилось так, соперник переиграл меня. А так, в общем, впечатления от турнира, конечно, очень такие приятные. На хорошем уровне провели турнир. Ну, как сказать, наше выступление. Можно было завоевать медаль, у нас были все шансы на это. Ну, так как у нас команда самая молодая, и тем более у нас в команде все наши ребята, все чеченцы, а в других ни в одной команде все свои не были. Ну, то есть свои воспитания. У всех легионеры, там, у тех же португальцев, которые с нами боролись, у них там 73 килограмм оружия, это Рустам, призер Олимпийских игр. Ну, так же в других командах тоже такие ребята были. Ты провел две схватки, в одной победил и во второй уступил. Расскажи нам, да, вот, о ходе этих встреч, и вообще, вот, чего тебе, допустим, не хватило вот именно в проигранной схватке? Ну, первая встреча, так скажем, прошла нормально. Я полностью ввел схватку и довел до конца. А во второй встрече я сначала начал атаковывать, бросил соперника, хорошо бросил соперника, дали в Азаре полпобеды. И потом, по ходу встречи, этот, ну, опытный португалец, Олени, он, по ходу встречи, как-то переиграл меня. Я не в свою стойку встал, и он меня в эту сторону бросил пару раз. Хотя по ходу встречи ты выигрывал. Да, по ходу встречи выигрывал. Вообще, проведение вот такого крупного турнира в Грозном, как, вот, допустим, два-три года назад вообще мог ты себе представить, что такие вот крупные турниры будут проходить в Грозном? Я, честно говоря, даже в прошлом году не мог бы себе представить, что Золотая Лига пройдет в Грозном. Это была невероятная новость такая. И было очень приятно бороться дома всегда. Ну, будем надеяться, что в следующий раз, как минимум, в призах вы будете. Явук, давай тогда перейдем к основной части нашей программы. Ты у нас первый дзюдоист вообще в истории нашей программы. Без малого год нашей передачи, чтобы зрители понимали. Именно вот техника дзюдо. Перед тем, как я попрошу тебя показать свой коронный бросок, хотелось бы понять, как ты начинаешь схватку, и как ты, вот, нюансы захвата, допустим, как ты входишь именно в клинч и так далее. Самое важное в дзюдо – это захват. Если ты выигрываешь захват и контролируешь всю схватку, можно сказать, что это полпобеды, если даже не бросил соперника. Вот лево-налево, если мы стоим, бывает, оба хотят левую руку забрать. Ты хочешь мою руку забрать, я хочу твою. Да, и надо вот так, если он руку вот так прячет, ты можешь отсюда начать и вот так взять. То есть переход такой, да? И потом сверху берешь и работаешь. А вообще важно первому, да, взять захват? Да, самое главное – первым взять захват. Если ты проиграл захват, то уже очень тяжело вырваться. Ну давай тогда посмотрим, допустим, вот ты берешь захват, первый взял захват, мы заходим в клинч. И вот отсюда, да, хотелось бы, чтобы ты показал нам свой любимый прием. Ну и подетально, конечно, рассказал бы о нем. Вот это обратка, мы так его называем. Я сначала подсечкаем, зацепом вот так соперника вывожу из равновесия и потом вот так вот так высажу. Можешь бросить, только не жестко. Тогда аккуратно просто сразу зайду. Да, да, да. Впечатляет. Еще раз тогда, давай попробуем, мне понравилось. Так как ты падать не умеешь, поэтому поосторожнее. Хорошо, хорошо, да. Слышишь, у меня захват сорвался и мог соперник не упасть. А вообще важно, когда соперник, ну, больше весит, тяжело проводить этот бросок или там дело в инерции, нет какой-то особой разницы принципиальной? Нет, конечно, если соперник тяжелее, то по-любому тяжелее бросить. Ну, если ты хорошо заходишь на бросок, то даже можно тяжа бросить. Насколько вообще дзюдо травматичный вид спорта? Со стороны он кажется очень красивым, даже интеллигентным в какой-то степени. А вот находясь, да, по ту сторону экрана, находясь непосредственно внутри, насколько вообще травматичный вид спорта? Ну, скажем, по сравнению с другими видами спорта, не такой травмоопасный. Ну, у нас больше травм там бывают локти, плечи, пальцы, это самые такие вот эти. Кстати, да, вот смотря на твои пальцы... Вот у меня открытый перелом был пальцев вот этого и на ноге тоже. Вот именно пальцы вот эти. А так, такие тяжелые травмы, очень большая редкость. А именно эти травмы пальцев возникают от захватов, когда дергаешь, да? Да, от захватов, да. Когда борешься за захват, и соперник убирает захват в это время. А вообще вот в других видах спорта часто перематывают пластырем свои пальцы. Разрешено ли это в дзюдо и насколько это помогает? Да, конечно, у нас все практически заматывают пальцы. Ну, я особо не люблю. Даже когда, если у меня кровь течет прям, тогда заматываю, а так не люблю пластыр матать. Яуб, расскажи нам, как ты пришел в дзюдо, как делал первые шаги, с чего начинал вообще? И когда пришли первые результаты? Я пришел в дзюдо в 2002 году. Тогда у нас в первой школе была секция дзюдо. Ну, отец в один день повел меня туда и так остался там. Что вообще повлияло на твой выбор? Мы знаем, что в вашем городе, Аргун, есть такие богатые традиции, именно занятия дзюдо. Это ли или что-то другое? Или желание отца все-таки стало решающим? Да, я, честно говоря, не знаю. Отец повел сначала туда. У меня особо, у самого желания пойти туда или в другое место не было. Выбора такого. Просто пошел и остался там. Ну и когда ты понял, что это твое, когда ты понял, что ты будешь жить этим? Ну и о результатах, да, как я уже говорил. Когда пришли результаты? Ну, уже спустя недолгое время, уже через полгода, можно сказать, я выиграл первенство Аргуна. И с этого уже началось, такой азарт появился и хотелось всегда выигрывать, бороться. Да, есть такой спортсмен. Он чемпион мира, Георгий Занторая. Я с ним уже три раза боролся. И все три раза мог выиграть. Ну, он такой напористый тоже борец. Он выигрывал меня, все три раза выиграл меня. Первый раз я его бросил, я помню, на Вайзаре. Потом он меня... А, я зашел на бросок, и он меня сконтрил. Он очень корпусной такой борец, хорошо борется. Кстати, он боролся в категории до 60, насколько я знаю, а потом поднялся, да, в 66? Да, он в 2009 году мир выиграл. Потом уже в 2010-202 был, и после этого в 66 перешел. А как ты оценишь свои шансы, вот, если бы вы встретились сейчас? Сейчас, я думаю, я мог бы выиграть у него. Недавно ты боролся на турнире с олимпийским чемпионом Арсеном Голстяном, да, насколько мы знаем. Поделись впечатлениями от этой схватки. Арсен, откровенно говоря, конечно, не на пике своих возможностей. И, насколько мы знаем, он уже завершил карьеру сейчас. Но все-таки, вот, побороться с таким спортсменом, что для тебя это означало? Арсен – очень техничный борец. Он просто, можно сказать, талант. Такие вообще дзюдоисты – очень большая редкость. Очень техничный. Сейчас он не в плохой форме. В этом году тоже был на Европе третьим стал чемпионат Европы. И сейчас в Абу-Дабе так получилось. Я поймал его на его движении. На Уазаре поймал его. И в партере на удержании поймал. Так я его выиграл. А так Арсен даже сейчас мог бы составить конкуренцию любому из нас. Понятно. Яуб, давай тогда перейдем ко второй части, самой важной части нашей программы. Обычно у нас в гостях бывают представители ММА. Мы с ними разрабатываем уже по сложившейся системе, схеме стойку, партер. Сначала партер, потом стойку. Так как у нас уже была стойка именно в борьбе, давай сейчас поработаем в партере. Мы знаем, что у дзюдо есть болевые приемы, удушающие приемы. И какие ты любишь из них выполнять? У меня бывают случаи, когда вот именно со своей обратной, когда бросаю, у меня рука остается и оттуда болевое делаю. Да, ну допустим, давай тогда, да, все-таки придется нам повторить это движение. Пару приемчиков покажу. Вот бывает, когда за захват боюсь именно не с двух захватов, могу и с одного захвата бросить. Ага. Вот когда именно с одного захвата бросаю, вот так бросаю, в застоке, если чисто не получается, у меня рука остается. Ага. И сразу отсюда ноги вот так прижимаю, чтобы рука не сопротивляла. Вот так. Понял. Да, такой техничный прием. А есть ли какие-то удушающие? Ну давай еще раз, да. Так, еще один покажу. Вот так тоже тогда бросаю. Если рука осталась, вот так. Можно ногой взять. Угу. Лукнуться туда и отсюда. Сюда и болевой, и удержание. Ну да, тут удержание идет, и болевой. А есть ли какие-то удушающие приемы? Да, удушающие приемы. Можешь на коленях остаться. Вот когда захват остается, с подсечки там может быть. И вот с этого момента. Да, вообще неприятные ощущения. В дзюдо произошла смена правил. Как мы знаем. И после этого многие воспитанники именно советской школы жаловались, что нельзя работать на ногах. Ну именно как бы захваты ниже пояса ног. Как это на тебя повлияло? И какая система именно приемов подходит тебе больше? Старая или новая? Я в то время тоже очень хорошо делал боковой переворот, захватом ноги. Мельницу делал. Ну я думал, что очень тяжело будет после того, как поменяли правила. Ну походу перестроился. Сейчас можно сказать, мне даже тяжелее было бы так бороться, чем вот так. Все, кажется, привыкли уже. А есть такое мнение, что именно для японцев эти правила были изменены, чтобы они меньше проигрывали, опять же, представителям советской школы. Ты согласен с этим? Так ли это? Я, честно говоря, не знаю. Ну у японцев, да, у них техника совсем другая. Они больше подходят и там за ногу очень мало бросают. Можно и так предположить, но точно никто не знает. Клуб Эдельвейс существует уже несколько лет. Расскажи об этом клубе нам немного, кто не знает, какие-то детали. Вообще, как удалось за такое короткое время выйти на такие большие высоты? Амруди, Адиль Гириев вместе со старшим тренером Асланом Шагириев, они очень хорошо развивают. Это, во-первых, наверное, то, что ребят на сбор отправляют там везде. Вот сейчас в Австрию должны поехать на сбор, на международный сбор. Там все лучшие не только с Европы, но и со всего мира будут. И вот так везде ездят маленькие ребята и подрастает поколение. Яоб, как ты оценишь свои олимпийские перспективы? Вот сейчас начинается новый олимпийский цикл. Ты на пике своих возможностей. И как ты считаешь, насколько тяжело будет пробиться в олимпийскую команду в Токио? Пробиться в команду не очень легко будет. Надо будет со всей силы сейчас вот эти последние 3-4 года. Это, можно сказать, последний мотоцикл. Надо на эти 3 года настроиться, на 3-4 года. И шансы у меня 100% есть, если до стола. Постараемся максимум выжить. А кого ты считаешь главными соперниками для себя? Ну, сейчас у нас Пуляев Михаил и Камалхан Магомедов. Они еще остались, но не знаю, какие у них перспективы на дальнейшее. А еще у нас, ну, со мной рядом идут Абдул-Жалил, Абдулла из Дагестана и Ордан Уан-Заур из Адыгей. Вот мы одного возраста, все трое. И у нас, мне кажется, больше шансов попасть на олимпийские игры. Ну, надеемся, что удастся тебе представить Чеченскую Республику и Россию на играх в Токио. Ну, и завершающий такой вопрос о ближайших планах. Где планируешь выступить? Ты уже сказал, что будут сборы в Австрии. И какие дальнейшие у тебя планы? Вот сейчас 3 января в Италию на сбор едем. Я оттуда в Австрию со сборной командой. И я думаю, после этого или в Париже на Гранд Слам буду бороться, или на Гран-при в Дюссельдорфе. Желаем тебе удачи на этих турнирах и благодарим за то, что ты принял участие в нашей программе. Было очень интересно с тобой пообщаться. Ты вошел в историю как первый дидейст в нашей программе. Ну, и, конечно же... Это очень приятно. Да, я вошел в историю как последний герой программы в уходящем календарном году. Желаем тебе удачи. Спасибо. Ассаламу алейкум. Алейкум. Ну, что ж, уважаемые друзья, на этом программа Экстра Раунд завершается. А вместе с ней мы и завершаем этот календарный год. Спасибо, что вы были с нами, следили за нашими выпусками. Надеемся, в новом году вы увидите еще больше интересного. Не пропускайте наши эфиры. Увидимся уже ровно через две недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok